Этот маринад я как-то придумал сам его. Какая вкуснятина. Хочешь попробовать курицу? Я хочу эту. Дети очень сильно любят баранину. Баранину! Всем привет! Мир вашему дому! Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. В Америке такой праздник. День независимости. Сегодня у нас будут гости, поэтому мы решили с женой приготовить что-то такое очень вкусное. Мы будем делать сегодня курочку на гриле натуральную, без всяких антибиотиков, без всяких добавок. Также мы будем сегодня делать баранину. Полтора килограмма. Курица будет новый способ приготовления. Очень классный. Этот маринад я как-то придумал сам его. Для начала я возьму, разрежу курицу пополам и вырезаю вот эту вот кость. Она мне не нужна будет. Вот эта вот кость. Когда жаришь на мангале, без нее лучше. Это можно будет потом выдать голде нашей. Повторим с этой стороны. Так, все. Хотя и этого режима. Жена говорит, что на бульон. Значит, на бульон. Так, все. Вырезаем так же. Так. Вторую. Берем теперь баранину. Баранину буду мариновать обычным способом. Ничего особого. А мясо у нас есть магазин один в Америке. Называется Whole Foods. Это супермаркет. И там я покупаю обычно мясо. Мясо там самое классное. Теперь беру я лук и нарезаю его. Сразу же нарезаю его так поменьше. Беру его и выжимаю. Можно, кстати, лук пропустить через блендер, чтобы пустил сок. Для этого я вот так беспорядочно и нарезал. Вообще, у американцев вот этот праздник, День независимости, один из самых таких праздников, которые они просто уделяют сильно много внимания. Как раз сезон начинается на лодках выезжать. Но они, американцы вообще молодцы, умеют отдыхать. Наливаю масло. Примерно 4 столовых ложки. Перец по вкусу. Соль по вкусу. Паприки. По вкусу. Ну и базилик сухой. Можно нарезать кстати свежий базилик у меня не было, поэтому я сухой насыплю. Тоже все по вкусу. Хорошо размешиваем. Сжимаете и хорошо выдавливаете сок с лука, чтобы каждый кусочек мяса пропитался этим. Оставляем в сторону и маринуем. Теперь делаем маринад для курицы. Я его делал как-то наподобие, но именно вот такой маринад первый раз я делаю. У меня есть два киви, мне их надо нарезать очень мелко. Максимально мелко его порезать. Четыре зубчика чеснока и выдавливаем его. Чеснок, кстати, в курице просто мне кажется обязательно. Берем кефир и выливаем примерно стакан кефира. Беру домашний лимон, сорвал сегодня с нашего дерева и выжимаем прямо туда. Паприки. У меня здесь примерно чайная ложка масла. Нам надо две столовые ложки. Черный перец по вкусу. Кукурму по вкусу. И соль по вкусу. Сколько, я думаю, столовая ложка. Хорошо размешиваем и выливаем прямо в нашу курицу. Она подсказывает, что вкусно пахнет. Сделаю вот такие надрезы. Что, Майя? Я подставил. Я прогнал чуть-чуть. Можно было надрезы сделать заранее. Но ничего страшного. Это делается для того, чтобы мясо у нас быстрее замариновалось. Хорошо было бы оставить вот это все мариноваться на пару часов. Но я буду мариновать примерно минут 40. Разжигаем мангал. Курочка промариновалась хорошенько. Прямо так ее отправляем на наш мангал. Ну и одеваем мясо на шампура. Как по мне, мне кажется, шашлык из баранины самый вкусный. Ну и отправляем в баранину. Ну и берем соус, который у нас остался. Прямо сверху его так смазываем на курочку нашу. Обязательно тушим огонь. Ну что, соус, который я смазываю, он горит. Ну и эту сторону также смазываю. Переворачиваем баранину. Примерно минут 20-25 курица должна у нас печься. Баранина чуть дольше. Какая вкуснятина. Мясо готовое. Будем дегустировать. Я все не буду снимать, пока гости приедут, чтобы она у нас не остыла. Ой, красота. Мне очень интересно, что получилось с курицей. Курица. Не передать. Навидите. Киви, кстати, придал такой приятный, приятный вкус. Вот эти все специи, которые я озвучивал, просто я вам говорю, не передать. Я вам как-то обещал, что я буду с вами максимально честен. Что бы я сделал, я бы курицу еще чуть-чуть поджарил и добавил бы, может быть, имбиря в соус. Хочешь попробовать курицу? Дети очень сильно любят баранину. Баранину. На, пробай. Май, ты тоже? Пока. Маленькую. На. Ну, баранину даже нечего пробовать, она будет. Истрите, какое мясо сочное. Обалдеть. Попробуйте обязательно сделать этот рецепт с курицей. Обязательно просто попробуйте, я вам гарантирую понравится. Если вы приготовите, напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Баранину попробуйте этим же способом. Уверен, что вам понравится. Спасибо, что смотрите мои ролики. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Если вам не нравится, ставьте дизлайки. Все должно быть по-честному. Делитесь этим видео в соцсетях, с друзьями. И до скорой встречи в следующих роликах. Пока. Пока-пока.